МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Главное время местное». Сегодня в выпуске ответственная миссия милеровских полицейских в Сочи, премьерские мотивы в Матвеевом Кургане и трехмесячный футбольный марафон в Обливской. Материалы подготовлены нашими партнерами, городскими и районными телекомпаниями. Миссия выполнима. Сотрудники отдела МВД России по Милеровскому району командированы в Сочи. Охрана общественного порядка во время Олимпиады – их главная задача. Для этого полицейские прошли специальную подготовку. Им напомнили о законах России и тактике поведения с иностранными гражданами, а также проведены курсы иностранного языка. Далее корреспондент милеровской телекомпании Надежда Бадалова. Дальше полковник, личный состав для отправки в служебную командировку на Олимпийской игры в городе Сочи построен под полковник внутренней службы Савченко. Вольно. Вольно. Для личного состава отдела МВД России по Милеровскому району минувший понедельник начался с торжественного и важного события – отправки лучших сотрудников в место проведения Олимпийских игр в город Сочи. Это государственная задача, которая ставится министром, президентом Российской Федерации, когда необходимо ее выполнить. Начальник отдела Юрий Любченко обратил внимание коллег на важность данной миссии, на необходимость соблюдения служебной дисциплины, а также о преимуществах данной четырехмесячной командировки для молодых перспективных сотрудников. По окончанию сотрудники будут поощрены, кто будет поощрен правами министра Российской Федерации, это автоматически при выходе на пенсию является ветераном труда. Свои добрые напутствия полицейским дал и благочины приходов Милеровского округа отец Симеон, пожелав с честью выполнить столь ответственное задание, стоять на страже порядка такого события мирового уровня, как Олимпийские игры. Прежде всего, помощи Божией, мудрости, пусть ангел-хранитель пребудет с каждым из вас. Дай Бог, чтобы те надежды, которые возлагает на вас ваше начальство, государство, исполнились в полной мере в положительном ключе. Спасибо Господи, ангел-охранитель вам, Господь вас благословит. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбием, всегда ныне и приисны, и во веки веков. Аминь. В этот день в Сочи отправляли восемь полицейских, всего же в числе охранников правопорядка во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр будут 12 сотрудников Миллеровского отдела МВД. В основном охрана общественного порядка. На объектах олимпийских и пропускной режим осуществлять, запрещенные предметы выявлять у граждан, людей, всех проходящих на соревнованиях, ну и следить за порядком. В числе тех, кому в этот день желали успешной службы в Сочи, были и две девушки. Капитан полиции, инспектор по исполнению административного законодательства Наталья Ситракова и лейтенант, инспектор отделения по делам несовершеннолетних Татьяна Апарина. Вместе с коллегами они вернутся домой лишь в конце марта. Эта командировка станет ярким и важным событием в их жизни и карьере. Для нас я считаю, что это очень почетно, потому что Олимпиада – это мировой уровень, для страны знаменательное событие. Поэтому я очень рада, что я еду на Олимпиаду и представляет наш миллеровский отдел. В Матвеевом Кургане завершился творческий фестиваль «Премиусские мотивы XXI века». Уже третий раз на сцене районного дворца культуры собрались самые талантливые в поэзии, живописи и других искусствах. На церемонии награждения победителей побывала съемочная группа телекомпании «Премиуси». Именно мы – это те люди, которые олицетворяют, представляют лицо России. Это люди, которые первым в своем подвиге – патриоты, потому что, не любя Россию, вряд ли напишешь песню, стихотворение. По итогам голосования и суммирования решений жюри определились победители-призеры. В номинации «Поэзия» первое место не присуждалось. На втором месте – Надежда Жданова. На третьем месте – она же и Анатолий Черногузов. В номинации «Живопись» тоже претендентов на первое место не оказалось. Второе место разделили Нина Брянцева и Андрей Щербак. На третьем – Василиса Плотникова и Яна Трегубова. В номинации «Авторская песня» первое место с вручением премии в размере 10 тысяч рублей присуждено авторам песни «Миусские зори» Евгении Келехидзе и Юрию Ножко. Приз зрительских симпатий в номинации «Живопись» Екатерине Ткаченко вручил спонсор индивидуальный предприниматель Антон Жиреджи. В номинации «Авторская песня» больше всего «Зрительские симпатии» оказалась на стороне Ильи Коваленко. В рамках фестиваля объявлены итоги литературного конкурса журнала «Южный меридиан». В различных номинациях сертификаты получили Елена Кравченко, Нянила Гречко, Валентина Кузнецова и Людмила Шиленко. Люди, проявившие в сложных жизненных ситуациях лучшие человеческие качества, награждены медалями за благородство. Среди них спасатель Олег Ковалев, предприниматель Александр Федоренко, врач Виктория Мелехова и другие. В концертной программе выступили участники и гости фестиваля из 10 литературных объединений Ростовской области и Краснодарского края. А в Станице-Облиевской открылся трехмесячный турнир по мини-футболу. 28 команд разных возрастов будут бороться за кубок главы района. Владимир Черноморов считает, что спорт – главное средство отвлечь подростков от дурного влияния улицы и укрепить их здоровье. На первом матче побывала наша коллега Надежда Перепелица. Через футбол к здоровому образу жизни. Таков девиз турнира по мини-футболу на кубок главы Обливского района. Этот турнир уже четвертый по счету. Впервые он проводился в 2010 году. Победительница прошлогодних соревнований команда Обливской средней школы номер один должна или подтвердить свое первенство, или передать кубок кому-то из своих соперников. Я участвую в этих соревнованиях второй раз. В прошлом году у нас этих соревнований не было, но в позапрошлом мы заняли первое место. Хочется вернуть этот кубок, так как приятно побеждать в таких соревнованиях. На открытии турнира присутствовал глава района Владимир Черноморов. В Обливском районе все больше уделяют внимание спорту. В этом году мы осенью провели борьбу всероссийские соревнования на базе Обливского района. Провели под эгидой казачества волейбольные игры. Впервые проводящиеся с командами юртов, с представителями атаманов юртов. Все те начинания спортивные, которые проводятся у нас в районе, они направлены на оздоровление населения нашего района. Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено капитаном футбольных команд. Открывшийся 18 декабря 2013 года турнир продлится до 26 февраля 2014. В нем примут участие 28 команд в четырех возрастных категориях. В первый день за победу боролись 12-летние и 13-летние футболисты из Севолобовской, Солонецкой, Алексеевской и Обливской средней школы номер 2. Победили обливчане. Следующая игра состоится 15 января. В ней будут участвовать семь команд. Надежда Перепелица, Михаил Космынин, специально для Южного региона. На сегодня это все. Программа вела Таисия Киргеева. Я с вами прощаюсь до завтра. А через несколько секунд на областном телеканале Южный регион Дон прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова